В сегодняшней лекции рассмотрим с вами основные финансовые статьи экономические любого стартапа. Это затраты, доходы и расходы предприятий. Экономическая деятельность предприятия связана с существованием сложного комплекса затрат и расходов. Под затратами при этом следует понимать потребленные ресурсы на производство продукции и оказание услуг с целью получения доходов. Затраты при этом классифицируются по различным признакам, один из которых это по методу отнесения на себестоимость продукции. И в этом случае различают прямые затраты и косвенные затраты. К прямым затратам относятся такие из них, которые могут быть неподкредственно отнесены на определенную продукцию. При этом выделяют прямые затраты на единицу продукции путем нормативного счета, то есть умножения нормы расхода сырья и материалов на цену их приобретения. И к прямым затратам относятся прямые материальные затраты, которые включают в себя стоимость сырья, материалов, используемых в производстве продукции, вещественно входящих в ее составы, включаемых в ее себестоимость прямым путем. В производственных предприятиях прямые материальные затраты включают стоимость сырья и материалов, составляющих основу произведенной продукции, комплектующих изделий, продуктов, подвергающихся сборке или дополнительной обработке, топливо всех видов, энергии всех видов, электрическое, тепловое, сжатого воздуха, холода, услуг производственного характера, такие как проведение испытаний по определению качества сырья и тому подобное. К прямым относятся также затраты на оплату труда. Это такие затраты на выплату зарплаты рабочих, которые включают также непосредственно в себестоимость готовой продукции прямым путем. На производственных предприятиях прямые затраты на оплату труда включают зарплату за фактически выполненную работу, начисленные исходя из дельных расценок, тарифных ставок или должностных окладок. Это оплата дней отдыха, отгулов за работу в сфере нормальной продолжительности рабочего времени. Это надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время, во входные и праздничные дни, а также совмещение профессий за работу в тяжелых и вредных условиях. И оплата очередных и дополнительных отпусков и тому подобное. Косвенные производственные затраты. Это затраты, которые не могут быть прямым путем относены к конкретной продукции или объектам затрат и связанные с обслуживанием производственных подразделений и их управлением. И сюда, как правило, относятся затраты на поддержание основных средств производственного назначения в рабочем состоянии. Это техосмотр, проведение текущего капитального ремонта. Это затраты на содержание и обслуживание технических средств управления связи, средств сигнализации и так далее, относящихся к производственному процессу. Это износ основных средств производственного назначения. Аморизация нематериальных активов производственного назначения. Это стоимость материалов, используемых для упаковки продукции в цехах. Это зарплата вспомогательных производственных рабочих, ну а также управленческого персонала и прочего персонала производственных подразделений. Это затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности, охрана цехов, включая противопожарную, затраты на командировки работников, занятых производственным процессом, обязательное страхование работников, занятых в производстве, производственных подразделениях и так далее. Другим критерием выделения затрат является по признаку зависимости от изменения объема производства продукции. В этом случае затраты делятся на переменные и постоянные. При этом переменные затраты – это такие затраты, которые изменяются пропорционально объему продукции, выполненных работ, либо оказанных услуг. К ним, например, относятся материальные затраты на оплату труда производственных рабочих. И постоянные затраты – это такие затраты, которые остаются в определенном диапазоне неизменными, постоянными, независимо от изменения объема производства или деловой активности управленческого персонала. Это, например, начисленный износ, аренда помещений, отопление, освещение. Другим важным финансовым показателем являются расходы предприятия. Это уменьшение экономических выводов в результате выбытия активов и возникновение обязательств, приводящих к уменьшению капитала. Основными задачами управления расходами предприятия является изучение их уровней и структуры в отчетном периоде, сравнение их уровней и структур в отчетном и базисном периодах, а также оценка структурной динамики расходов и выяснение причин ее изменения. При этом все расходы предприятия, как правило, делятся на расходы по операционной деятельности, которые стоят из себестоимости продаж. В первую очередь, себестоимость продаж характеризует уровень использования всех ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия, является базой для формирования оптовой цены на продукцию. Себестоимость продаж, включая прямые материальные затраты, затрат на оплату труда и костный производственный затрат. А также другой группой операционных расходов является расходы периода, которые включают в себя расходы на реализацию, то есть связанные с реализацией готовой продукции, товаров и услуг. Например, это расходы на упаковку, включая стоимость заработной оплаты рабочих, занятых упаковкой. Это расходы по рекламе, оформлении витрин, расходы на транспортировку маркетинговой услуги, связанные с заключением и расторжением договоров. Расходы по маркировке, сертификации продукции. Другой статьей расходов периода являются административные расходы. К сюда относятся оплата трудоуправленческого и хозяйственного персонала, расходы на содержание износа, ремонта основных средств, административного назначения, представительские расходы на прием делегаций, проведение презентаций, чай, кофе и т.д. Расходы на научно-исследовательские работы, расходы на подготовку, переподготовку кадров, на судебные издержки, общие административные расходы на предприятия. Как правило, занимает наибольший удельный вес в структуре расходов операционной деятельности. Ну и третьей группой расходов периода являются другие операционные расходы. Это такие расходы, которые не могут быть отнесены ни к коммерческим, ни к административным. Другой статьей расходов являются расходы по инвестиционной деятельности. Они имеют место в результате выбытия долгосрочных активов и включают, как правило, расходы по выбытию нематериальных активов, долгосрочных материальных активов и долгосрочных финансовых активов. А также включаются расходы по переоценке долгосрочных активов при их выбытии, расходы, связанные с даревым участием других предприятий. Еще одним видом расходов на предприятия выделяют расходы по финансовой деятельности, которые возникают в результате изменения размера и структуры собственных займов и кредитов предприятия. Ну и состоят они, как правило, из выплаты рояльти. Это доход от предоставления пользования другим лицам нематериальных активов, патентов, торговых марок, авторских прав, компьютерных программ. Это расходы от финансируемой аренды, долгосрочных материальных активов, а также от курсовых валютных разниц. Важной категорией в любом предприятии, особенно стартапа, конечно же, являются доходы предприятия. Доход – это валовый приток экономической выгоды в течение отчетного периода, который образуется в процессе финансо-хозяйственной деятельности предприятия в форме увеличения активов или уменьшения обязательств, которые приводят к росту собственного капитала. Определение дохода объединяет выручку, полученную в результате основной деятельности предприятия, и доходы, полученные в результате неосновной деятельности. Поэтому, как правило, доходы, так же, как и расходы, делятся на две большие категории. Это доходы от операционной деятельности и доходы от других видов деятельности, к которым относятся доходы от инвестиционной деятельности, доходы от финансовой деятельности. К доходам от операционной деятельности относят доходы от продаж, а также другие операционные доходы. К доходам от инвестиционной деятельности относят доходы от выбытия нематериальных активов, доходы от выбытия долгосрочных материальных и финансовых активов, а также доходы в виде дивидендов, доходы в виде процентов от предоставления в пользовании денежных средств другим предприятиям. К доходам от финансовой деятельности относят, как правило, доходы в виде роялти, то есть доходы от предоставления в пользование другим лицам, патентов, лицензии, авторских прав, компьютерных программ, а также доходы от финансируемой аренды в долгосрочных материальных активах и доходы от курсовых валютных разниц. Сюда же относятся также доходы, кстати, от безвозмездно поступающих активов или доходы в виде государственных дотаций, премий, бризов и спонсорских сунг. Ну и формирующимся финансовым результатом от правильного управления доходов и расходов является прибыль предприятия. Прибыль – это экономическая категория, которая представляет собой положительный финансовый результат любого стартапа. Прибыль характеризует конечный финансовый результат деятельности его, а также экономический эффект, который получает в результате деятельности предприятия. Прибыль обладает стимулирующей функцией. Доля чистой прибыли, оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов, должна быть достаточной для выплаты дивидендов, создания резервного фонда, фонда развития предприятия, материального поощрения работников и т.п. Прибыль является одним из источников формирования бюджетов разных уровней. Прибыль обладает воспроизводственной функцией, т.е. за счет прибыли в значительной мере осуществляется расширение производного потенциала предприятия. Рост прибыли определяет рост потенциальных возможностей, повышает степень его деловой активности. И по прибыли определяется рентабельность собственных средств, основных фондов, всего авансированного капитала и каждой акции. Различает при этом валовую прибыль, операционную прибыль, прибыль от финансо-хозяйственной деятельности, домного обложения и чистую прибыль. Чистая прибыль является основным источником начисления дивидендов. По решению собственников она может быть также направлена на формирование резервов, на увеличение имущества и развитие производства, такие как фонд накопления, на потребление, такие как фонд потребления.